Продолжение следует... Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Целовал, миловал, целовал, миловал. Говорил, что я буду твоя. Ой, стих, стих, стих. Я же не видел, я же не видел, я же не видел. Эй, подожди. Эй, стой! Стой, позвоните в милицию, стой, здесь женщину убили, стой! Трасса Кочубея-Минеральные воды, Ставропольский край, на большинстве участков прямая, как струна и довольно пустынная. Возможно, это и сыграло злую шутку с Ашотом Манукяном, водителем стройтреста из минеральных вод. Он отвлекся от трассы, а когда заметил неладное, было уже поздно. Впрочем, с прибывшими на место происшествия милиционерами, Манукян держался уверенно. Он утверждал, что на момент наезда женщина была уже мертва. Есть что-то по телу? Прошу взглянуть. По предварительному осмотру, следы как минимум двух столкновений с автомобилем. Смотрите. Здесь след от протектора Зилан. Машина раздавила женщине ноги. След от удара, следы колес. Ноги, грудная клетка. По мнению эксперта, судя по состоянию тела и первым проявлениям посмертных изменений, первая машина сбила женщину часа за полтора-два до появления Зила Манукяна. Что это за трасса такая, что тут только одна машина в час проезжает? Судя по расположению удара и по протекторам, это была легковушка. Да, и еще одна деталь, Анатолий Дмитриевич. Собственно, почему вы здесь? Машина переехала ее дважды. То есть, первый раз он ее сбил, а второй? Сдала назад и переехала еще раз. Смотрите, след на платье. Остановился, повернул руль и газонул назад. Умышленное убийство? Умышленнее некуда, как по мне. Ну и мелкие детали. Осколки от фары, след от протектора, след от ботинка 45-го размера. И судя по направлению протектора, автомобиль уехал в сторону Буденновска. Малукян, тело трогали? Ну попробовал, жива-нежива, а так нет. Что, я враг себе, что ли? Кровь с губы стирали. Вот мазок. И на руке тоже, вот здесь. Думаете, кто-то кольцо снял? Похоже. Но сережки оставили, и цепочку тоже. Нет, это не грабеж. Документов при убитой не обнаружили. Помогли кинологи. Тело нашли вот здесь. Собака вывела сыщиков сюда, на окраину поселка Селивановка. Здесь след потерялся. Сыщики обошли местных жителей, описали приметы убитой. Молодую женщину здесь видели. Оказалось, она снимала дом на самой окраине села, на улице Буденного. Есть здесь кто? Хочешь шаром покати? Кто тут мог жить? Так, дуй к Григорову, пусть он все здесь внимательно изучит. Ох, не нравится мне эта пустота. Разрешите? Извините, а вы кто будете? Прокуратура. А вы кем будете? Сосед я, Миллер. Немец? По-волски. А соседку вашу как звали? Татьяной. А фамилия? Не знаю. Она недавно поселилась. Недели три-четыре. А эта Татьяна, она сама живет или с кем-то еще? Мальчишка у нее. Кажется, Сашей зовут. А мальчику сколько лет? Семь лет, как будто бы ему. Как они вообще появились в ваших краях? Миллер рассказал, что привез Татьяну в Селивановку какой-то видный мужчина. Проводил в дом, занес чемодан. Интеллигентный, не деревенский. Но примет незнакомца Миллер вспомнить не смог. А на чем привез? О, это я запомню. Охреной такой комби. Сам такой хотел купить. Но очередь. Машин в Союзе действительно не хватало. Особенно для жителей сельской местности. Легковушки с кузовом «Универсал» были большой редкостью. И в основном шли по распределению. Так, к примеру, модифицированная «Волга-Универсал» обслуживала в охотоугодье Завидова лично Леонида Ильича Брежнева. Ишкомби 1973 года выпуска стал настоящим подарком для населения. В его будке помещался холодильник и несколько мешков картошки. Да и смотрелся Иш по тем временам стильно. Вылитый француз Рено-16. Первое время достать комби можно было только по очень большому блату. Дефицитный Иш комби давал сыщикам хорошую зацепку для поиска человека, который привез Татьяну в Селивановку. А вы этот Иш еще здесь видели? Этот Иш больше здесь не появлялся. И Татьяна не выходила. И говорит она, как нерусская. С акцентом? Нет. Челюсть как будто бы лень двигать. Анатолий Дмитриевич, разрешите? Входная дверь взломана. Замок отжат так, чтобы язычок выскочил из фиксатора. Вещей Татьяны и ребенка не найдено. Ну, кроме вот этого, прямо у двери. Займитесь содержимым. Где же вещи? Да, и еще на кухне нашли под клеенкой. Гэджукли Магирдо. Это на каком? Магирдо. Это так цыгане ругаются. Что-то наподобие проклятый. Может, ребенка цыгане украли? Сосед рассказал, что у Татьяны была ссора с цыганской семьей, которая живет в доме у посадки, почти за селом. Саша тут с цыганенком гулял. И как будто бы машинку цыганенок украл. О, дэвла, дэвла, сколько можно. Если цыгане сразу воры, да она сама виноватая. Приезжая не разрешала сыну выходить из дома. А наши дети взяли и сдружились. Вот мой сын и пригласил его в гости. А он взял машинку, забыл. Через пять минут прибегает Татьяна. Кричит, чтоб не смели ее сына со двора выманивать. Ну, так я машинку и отдала. А сыну своему сказала, чтоб десятыми дорогами их дом обходил. А что за машинка-то? Это черная, маленькая. Дверцы вот так открываются. Кричала, что это любимая игрушка ее сына. Ясно. А вчера что-нибудь интересное видели? Альбина Ланчай рассказала, что вчера вечером к воротам дома Тани подъехала машина непривычной формы. Таких женщина еще не видела. Стояла около получаса. Затем из дома вышел кто-то с чемоданом в руке. Рядом с ним шел ребенок. Положил вещи на заднее сидение. Посадил мальчика и уехал. Ребенок никаких признаков беспокойства не проявлял. Когда машина уже отъезжала от дома, на улице появилась Татьяна. Увидев автомобиль, женщина кинулась в дом, а потом в лес. А почему в лес-то? Так дорога, которая от трассы через лес идет. Даже свет в доме не зажгла. О, вот и Михаил. Муж, люди интересуются беглицей нашей, Татьяной. Да, видел. Часов восемь было. Я из города ехал. Она туда, к дороге. Потом фары. Машина, значит, проехала. Слышали что-то? Визг тормозов, звук удара. Не спрашивай его. Михай с детства очень плохо слышал. Ладно. Пойдем проверим, что там Григоров нарыл. Так, ну что тут у вас? Ну, у меня ничего интересного. Отпечатков полно. Сумка вот. Но это все требует экспертизы. А тут больше делать нечего. И что у нас выходит? Ну, как говорят соседи, пока Татьяна не было дома, некто приехал на автомобиле из комби, проник в дом и похитил мальчика. При этом ребенок вел себя спокойно. Значит, это был кто-то знакомый. Может, кто привез, тот и увез. Тогда мальчик его знал? Может. Но Татьяна почему-то была не в курсе. Увидела машину, бросила сумку, побежала через лес. Видимо, хотела перехватить. Логично. Что в сумке? В сумке, кроме сладостей, обнаружена квитанция от электрички. Похоже, контролер ее оштрафовал. Не японщики, кстати. Здесь не делают. Вот в Буденовске возле вокзала есть точка. Похоже, ездила в райцентр. Похоже. А это что? Похоже, номер телефона. Но не райцентра. Шестизначный. Вот что. Группу в райцентр на почту. Покажете фото, может, узнают. Номер пробейте. Вторую группу на вокзал. Узнайте, кто выписывал штраф. К вечеру у меня. Ребят, ну, постарайтесь выспаться. Да, и акт вскрытия тоже хорошо бы. Постараюсь. В документах суд медэксперта, которые легли на стол следователя прокуратуры Анатолия Короженко через 18 часов среди множественных описаний травм, которые женщина получила при наезде машины, были два принципиально важных для следствия факта. Во-первых, эксперт отметил у погибшей четкие признаки недавних родов. Кроме того, к протоколу прилагалось вот это. Рентгеновский снимок челюсти женщины, известный сыщиком под именем Татьяна. Свидетельствовал о том, что у нее был перелом около двух месяцев назад. Травма еще не зажила. Отсюда затрудненная речь, на которую обратил внимание сосед Татьяны. Короженко решил разослать фотографию убитой в профильные больницы, ведь травма была серьезной и неординарной. Наверняка женщину запомнили. Так, телефон. Телефон пробили? Конечно. Телефон зарегистрирован на главного редактора отдела молодежи и спорта Ставропольской правды Курцева Евгения Михайловича. На почте узнали, что в день убийства Татьяна звонила Курцеву, но он не взял трубку. Также на гражданина Курцева зарегистрирован автомобиль марки ИЖ, цвета охры. Ну, так, это значит наш молодой редактор и привез жертву в деревню. Надо поговорить с писакой. Погоним. Не хотели вас расстраивать? Что? В реанимации наш редактор. Курцев со вчерашнего вечера находился в реанимации краевой клинической больницы с тяжелейшими травмами. Отек головного мозга, сломанные ребра, частичный коллапс легкого. Говорить будет? Ну и вы, яицинник. Спросили бы я еще, а показания даст? Да я и сам не знаю, доживет ли он до полуночи или нет. Если хотите, поговорите с его женой. Милочка, как вас там? На трассе Кочубея Минеральной Воды под колеса грузовика попала женщина. Водитель утверждает, что наехал уже на мертвое тело. Эксперт подтвердил его слова. Женщина умерла за полтора часа до происшествия. Тело переехало легковой автомобиль, причем несколько раз. Сыщики выяснили имя пострадавшей. Татьяна. Вместе с сыном. Она недавно переехала в поселок, снимала дом. Привез ее мужчина на автомобиле Ишкомбе. Соседи видели похожую машину у ворот дома Татьяны и в вечер ее гибели. Водитель увез ее сына. Татьяна кинулась догонять авто. Под подозрением редактор газеты «Ставропольская правда» Евгений Курцев. У жертвы имелся его рабочий номер телефона, а главное Курцев – хозяин редкой машины Ишкомбе. Прокуратура. Здравствуйте. Меня Анна зовут. Здравствуйте. Его нашли в посадке, избитый весь. И как его туда занесло? Вы знаете, его по работе, где только не носят, я его неделями не вижу. Скажите, а женщина по имени Таня в последнее время вам звонила? Таня. Нет, нам никто не звонил. У нас дочь, он нас любит. Может, в институте до меня кто-то и был, но у кого такого не было. Анна, а можно мы взглянем на вашу машину? У вас же Иш? Да, у нас комбик, только как же вы взглянете? Ее же удали, когда на Женю допали. 26 ноября, рано утром, вот здесь, в озере Мокрая Буйвола, возле села Сотниковское, рыбаки нашли Иш со следами незначительной аварии. Разбитые поворотники смят капот. Областное управление ГАИ сообщило о находке в прокуратуру. Вполне вероятно, что утопленный Иш мог иметь отношение к делу об убийстве. Татьяну сбили вот тут. После аварии, судя по всему, водитель двигался через Буденновск в направлении Ставрополя. Группа Корженко выехала на место, где был обнаружен автомобиль. Корженко и Беленко встретил криминалист Григоров, который обследовал найденный Иш уже несколько часов. Это он, наш комби. Разбитый поворотник, помните? Вот он. А также охра, следы которой обнаружили на одежде убитой. Обратите внимание, коллеги. Кроме того, на бампере Григоров обнаружил частицы голубой краски. Машина столкнулась с другим автомобилем и, судя по состоянию царапин, недавно. Пробью по зарегистрированным ДТП. Ладно. Пошли. Кто был за рулем, можно определить? Ну, я не волшебник. Машина побыла в воде. Все отпечатки смыты. На заднем сидении обнаружена шерсть. Судя по всему, собачья. Идентифицируем. А водолазы зачем? Кого ищем? Сашина? Значит, он был здесь? Если он с ней не расставался, то да. Одним из направлений поиска, на которое Корженко возлагал большие надежды, была проверка пациента к отделении травматологии, хирургии и неотложной помощи за последние несколько месяцев. По запросу следователя, регистратуры искали данные на женщину около 30 лет, которая поступила со сложным переломом челюсти. Эта кропотливая работа дала результат. Татьяну узнали в краевой клинической больнице Ставрополя. Конечно, помню. Не каждый день с таким поступают. С чем это с таким? Смещенный перелом челюсти, выбиты зубы, болевой шок. И это все у женщины. Так, я в архив? Зачем? Молодой человек. Весь архив у нас здесь. Я знаю, кто это. Больше скажу. И вы знаете, кто. Врач запомнил женщину не столько из-за редкой травмы, сколько из-за того, кем она была. Вернее, кем был ее муж. А зовут ее Ася. Не Таня? Не Таня, не Маня. Ася Сахно. 31 год. Саше, сыну ее, 7 лет. Была девочка, Тая. Но она, к сожалению, умерла. От пневмонии. Подождите. Сахно. Это тот самый Сахно? Иван Ильич? Ну, конечно. Мы дружим с Иваном. А что, с Асей что-то случилось? А он ничего вам не говорил? Да буквально вчера мы ездили на охоту. Ни слова. А на чем ездили? Машина у него какая? Волга. У нас первая. Иван Ильич Сахно был до недавнего прошлого заместителем начальника краевого управления МВД. Год назад вышел на пенсию. Иван Ильич. Прокуратура. Здравствуйте. Хотя позвонили, а то я в трениках. Может вам? Винца домашние. Служба? Вы уж простите. Тем более мы по делу. На трассе в Селивановку найдена ваша жена, мертвая. Какой-то кошмарный сон. А Саня где? Сашу мы ищем. Как получилось так, что вашей жены и сына не было дома несколько недель? А вы себе спокойно дома сидите? Я думал, они у мамы в Сочи. А, секундочку. Сахно показал письмо от жены, которое она прислала из Сочи. Ася писала, что рада возможности побыть с мамой, немного отдохнуть и прийти в себя. Тем более вы знаете, что у нас трагедия произошла. Младшая дочь Таечка. Три месяца было. Пневмония. Сгорела малышка. Мы им письмо возьмем, если вы не против. Пожалуйста. Это значит, что она меня обманула. Может, у нее из-за этой трагедии. Иван Ильич, у вас были конфликты? Только я прошу начистоту, вы понимаете? Ну, как в каждой семье. Как у всех. Например, перелом челюсти? Ах, вы про это. Ну, Ася сломала челюсть по неосторожности. Обручку колодца. Мы потом скважину пробурили и насос поставили. Фамилия Курцев вам известна? Курцев. Репортер. Мы узнали, что они вместе учились в институте и очень дружили. Редактор и друг Аси по институту. Вот это тоже он. Да, славно кто-то так и делал. Ну, если у него были шашни с Асей, значит, так ему и надо. А что вы так на меня смотрите? Когда это было? Где вы были 23-го числа? 23-го? Ну, у сестры был. Я ей помогал еще по ремонту. Крышу перекрывал. Не там ищите. Вы Саньку лучше найдите. А если это измена, то собаке собачья смерть. Сестра Ивана Сахно Зоя подтвердила алиби брата. В указанное время он действительно ремонтировал ей крышу. Да вы пейте, да чай, пейте. К чаю, извините, ничего нет. Я диабет. Не употребляю. Так вас что интересует? Да, как все было с этим ремонтом? Ммм, потеки, видите, вот эти вот? Три года уже прошу. Вань, ну хата-то отцовская. Ну, почини ты ее. А он то работа, то то, то все. А тут уговорила. Да вы, если не верите, он пойдите, выйдите, сами посмотрите. Да мы видели, как шли. Скажите, как бы вы описали отношения вашего брата и его жены? Да, отличные у них отношения. Образцовая семья. Ячейка общества, так сказать. Жену он очень любил. Сына Сашку. Ну, прям обзавидуешься. Тише да гланьте. А вот как доченька-то их умерла младшенькая, так все и поменялось. А что именно случилось? Да, то ли вирус, то ли переохладилась. Ребеночку-то три месяца всего. Что тут уж. А она начала на него сразу кивать, мол, ты во всем виноват. Ну. А потом сама ушла. Ну, разве так делают, а? Алиби Ивана Сахно, которое подтвердило его сестра, после проверки оказалось липовым. Вот прогноз краевого гидромедцентра. 23 ноября по городу было объявлено штормовое предупреждение. Сильные осадки, порывистый ветер до 20 метров в секунду. Перекрывать крышу в такую погоду физически невозможно. Выходит, оба, и брат, и сестра врали. Иван Сахно врал и в другом. По мнению криминалистов, письмо Аси из Сочи было написано минимум год-полтора тому назад. Об этом свидетельствовали структурные изменения в бумаге и анализ растворителя, который входит в состав пасты шариковых ручек. Кроме того, соседка Сахно, Роза Минаева, сообщила сыщикам, что видела, как Иван Ильич в тот самый день, когда убили его жену, что-то сжег в бочке во дворе своего дома и мыл машину под проливным дождем. Это сильно удивило женщину. Иван Сахно стал главным подозреваемым в убийстве. Корженко понимал, вероятнее всего, Сахно сжег и смыл основные улики, которые могли подтвердить его причастность к убийству жены. Вся надежда была на криминалиста. Анатолий Дмитриевич, здесь царапины. Иван Ильич, а что это у вас с фарой? Не как в аварию попали? На охоту ездил. Столбик зацепил на просеке. Внутри машины эксперт не нашел ничего интересного. В той самой бочке, в которой, по утверждениям соседки, Сахно что-то сжег в ночь убийства Аси, действительно был пепел и куски металла. Александр Сергеевич, посмотрите. Замок от чемодана. Молодец. Зачем же было чемодан полить? Барахло разное скопилось, решил прибраться. Прямо посреди бури. Кто вам сказал такую чушь? Она там давно валялась в бочке. Обыск шел уже несколько часов, а результата не было. Однако вещдок, который Беленко нашел в детской комнате, все в корне изменил. Это ваш? Сыну выписываем. Ого, повезло. Дефицит. Веселые картинки. А вот эту картинку ваш сын хорошо разрисовал. Да? Или это вы? К чему ты клонишь прокурорский? Этот журнал вышел ровно через два дня после убийства вашей жены и исчезновения ребенка. Как он мог его раскрасить? Вы арестованы, гражданин Сахно. Ладно, давай проедемся. Но это не вещдок. Это косвенно. И меня сегодня вечером отпустят. И ты это знаешь. Отпустят, еще приду. Пока не посажу. И ты это знаешь. Зоя Ильинична. Мы только что арестовали Ивана по подозрению в убийстве его жены и похищению ребенка. Мы знаем, что вы нам соврали. Это он вас заставил. Вы понимаете, что он убил Асю и украл своего ребенка? Вы знаете, где он держит Сашу? Я ничего не знаю. Честное слово. Он попросил меня сказать то, что я вам сказала. Пожалуйста, не мучайте меня. И не позорьте нашу семью. Может, правда уйдем, Анатолий Дмитриевич? Толку сейчас не будет. Или, может, в управление ее? Не торопитесь, коллеги. Да чтоб меня! Это же следы от игрушечной машинки. Я тот еще болван тоже. У вас же диабет. Ведь вы в прошлый раз так и говорили, да, что к чаю у вас ничего нет. Так для кого пироги, Зоя Ильинична? Да вы не молчите. На суде же всего защитется. Ну, где ребенок? На трассе Кочубей минеральные воды под колеса грузовика попала женщина. Водитель утверждает, что он наехал уже на мертвое тело. Эксперт подтвердил его слова. Жертва умерла за полтора часа до происшествия. Ее переехал легковой автомобиль, причем дважды. Личность погибшей установили. Ася Сахно. Под чужим именем она недавно переехала жить в деревню вместе с сыном Сашей. После гибели матери ребенок исчез под подозрением муж убитой Иван. Алиби, которое он имел на день убийства, не подтвердилось. Однако обыск в доме и машине подозреваемого не дал результатов. А вот в подвале дома сестры Сахно обнаружили пропавшего ребенка. Саша, а как вы попали в то село? На деда Женя привез. На Ишгомбе? Не знаю, у нее вот такой зад. Мама забрала меня прямо из школы. Мы пошли домой, и она стала собирать чемоданы. И сказала, что надо покататься на новой машине с ее другом. Машина понравилась? Да. А в деревне мне было скучно. Нельзя никуда ходить. И играть не с кем. А потом я забрал папа. А где наша мама? Мама нас догонит. Ей же нужно за дом расплатиться. За все расплатиться. А где наша Волга? И почему ты на машине, деда Женя? Попросил покататься. Ничего, скоро на нашу пересядем и поедем. Далеко поедем. Ну что, готов? Подожди. Машинка забыл. Эх ты, машинка. Как только мы сели в машину, я заснул. И долго ты спал? Не знаю. Я проснулся от сильного толчка. Пап, что такое? Мне страшно. Ничего, сын, а спи. Мы, кажется, собаку сбили. Как наш Мухтар? Хуже. Продячу собаку. Я скажу, посмотрю. Ты сиди здесь. Скоро поедем дальше. После этого происшествия дальше ехали спокойно. Мальчик опять заснул. Проснулся уже у озера. В отцовской Волге. Пап, а что ты делаешь? Машинку помыть надо. Иди спать. А мама скоро приедет? А как же. Так, давай на бочок, живо. Не заставляй папу сердиться. Давай. А куда потом подевалась та машина? Он не говорил? Это же дядя Женина. Ее надо вернуть. Он сказал, что мне просто приснилось. Но мне не приснилось. А что дальше было? Папа привез меня к тете. И сказал, чтобы я там немножко пожил. Потому что мама лечится в санатории. И когда она вылечится, мы поедем к ней. Саш, мы тебя сейчас отпустим. Тебе пора спать. Последний вопрос. Скажи, пожалуйста. Почему тебя держали в погребе? Папа и тетя сказали, что мама сошла с ума и бросила меня. За это наказывают и садят в тюрьму. Но можно немножко соврать. Посадить меня в погреб, чтобы никто не знал, что я сидел один. Маму найдут и вылечат. Вы же найдете? Анатолий Дмитриевич, есть кое-что интересное по экспертизам Ижа. Это заключение экспертов относительно анализа краски с бампера автомобиля Иж. Голубая эмаль точно такого же оттенка, как и Волга Ивана Сахно. Это доказывало, что Сахно как минимум мог контактировать с Курцевым. И если учесть, что Иж редактора газеты с утра 23 ноября видели целым, столкновение с Волгой произошло именно в день убийства. Но главное, сидение в салоне своей машины Курцев покрыл по тогдашней моде самодельными чехлами. В ткани чехлов эксперты нашли шерсть. Судя по всему, собаки. На стол Корженко легло заключение. Шерсть это немецкой овчарки. А крас в немецкой овчарке уникальный. По данным ДСАФ, в области на тот момент был лишь один пес с такой шерстью. Мухтар. Зарегистрирован на Ивана Сахно. Но вы даете, ребята. Только за полночь вернулся, переспал и снова здрасте. Что ищем на этот раз? Убийцу, Иван Ильич. Лучше бы сына моего искали. Уже. Уже нашли. Да ну же. У нас есть показания вашего сына. И данные экспертизы подтверждающие столкновение Ижа Курцева с вашей Волгой. Надо же. Сорок бочек арестантов и мешок косвенных. Саша ребенок. Он мог что-то перепутать. Сколько таких Волг в городе? А сколько по стране? Если у вас все, я пошел кормить пса. Так мы здесь, кстати, и за него. Мухтар, красавец, немец. Таких в городе куда меньше, чем Волг. Правда? А такого окраса вообще один. Собачья шерсть штука неистребимая, правда. Цепляется на одежду, с одежды куда угодно. На чехлы Ижа Курцева, например. Надо объяснять, что это доказывает. Ты был там. Ты был за рулем Ижа. Ты убил свою жену. Начнем сначала. Я весь во внимании. Все началось со смерти дочери. Признаюсь, это моя вина. Я начал ее закаливать. Ася была против. В общем, перестарался и малышка умерла. Трагедия сломила женщину. Если раньше она терпела суровый нрав мужа, то после случившегося стала избегать Ивана. Прятала сына. Боялась, что с ним тоже может что-то случиться. Я хотел воспитать сына настоящим мужчиной, бойцом. Она из него лепила неженку какую-то. Начались ссоры, скандалы. Я сорвался и сломал ей челюсть. Ну что, ты как? Ты сказал им так, как я просил? Ручкой колодца? Асек, ты когда выйдешь, я тебя на руках буду носить. Мы разведемся. Что? Я подаю на взвод. Суд бы, конечно, был бы на ее стороне, и при всех своих связях я бы ничего не смог сделать. У меня был план. Сахно рассказал, что он мог забрать сына только в том случае, если бы его жену признали недееспособной, сумасшедшей. Но тут вмешался ее бывший хахаль. Курцев? Как вы на него вышли? Курцева и Асю видели соседи в тот момент, когда она грузила в машину чемодан. Приметный комби журналиста позволил Сахно легко его вычислить. Помогли связи в ГАИ. Ася раньше с ним училась в институте. Даже хотела выйти замуж. Это вам Ася сказала? Нет. Курцев сказал лично при встрече. Жену как нашли? Через своих бывших сослуживцев они поставили прослушку на его телефон. Только не спрашивайте, кто, я все вам не скажу. Она звонила ему строго по графику, хитро, звонила с почтампа. Ася была предельно осторожна. Представлялась Таней, о месте жительства не упоминала. Я ее засек в Буденновске, когда она в очередной раз пришла на почтам. Осторожно проследил за ней. Прямо до самого дома. В общем, я решил действовать через Курцева. Прислал телефонограмму, якобы от Аси. Срочно приезжай, Ася. Тот кинулся на помощь, конечно. Но я его перехватил в Буденновске. Эксперты оказались правы. Сахно остановил машину Курцева своей «Волгой». Что вы делаете? Я буду жаловаться? Не будешь. Это я тебе гарантирую. Она тебя засадит. Это заст. После того, как Курцев перестал дышать, Сахно спрятал в камышах свою «Волгу» и пересел в «Иш» журналиста. И дальше? На Селивановку за сыном? Да. Жену по дороге встретить не боялись? Я все прочитал. Сахно знал. Жена вернется не скоро. До электрички из райцентра был еще целый час. Спокойно подъехал. Забрал сына. Когда уезжал, то увидел Асю в зеркале заднего вида. Не знаю, как она так быстро вернулась. Ты смотри, собака, да какой черт тебя вытащил? Нет, собака, я Саньку тебе не отдам. Ну что, все кончено. Новая жизнь начинается у меня, у нас с Саней. Развода хотела? Вот тебе развод. Сына ты не получишь. Собака. Сахно объяснил. По его задумке, все должно было выглядеть так, будто Курцев расправился с Асей и похитил Сашу. Свидетели наверняка заметили Иш перед домом Аси. На месте ДТП остались бы следы его протекторов. Ну а дальше машину непременно бы нашли. Правда, Курцев по плану не должен оставаться в живых. Не добил. Старею. Понимаю. Выглядит убедительно. Курцев похититель, он мертв. Саша пропал. Шанс на новую жизнь, да? Воспитал бы Саня настоящим мужиком. А так ребенку придется расти без отца. Судебный процесс над Иваном Сахно проходил без огласки. Власти хотели сберечь честь мундира и постарались, чтобы информация о резонансном деле никуда не просочилась. На суде показания против Ивана, кроме его сына, дали его сестра Зоя и пришедший в себя Евгений Курцев. Иван Сахно получил исключительную меру наказания. Здесь чутье бывшего опера не подвело. Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Два, двадцать восемь. Спасибо. Я через минутку принесу деньги. Грежданочка, оставьте что-нибудь в залог. Вот такие правила. Паспорт? Паспорт вообще-то не положено. Ну, давайте паспорт. Только поторопитесь, я еще чуть не выключаю. Угу. Королева Мария Вячеславовна, 53-го года рождения. Прождав почти полчаса, таксист решил подняться в квартиру пассажирки. Адрес он прочел в ее паспорте. Когда вошел в квартиру, увидел женщину. Она была мертва. Буквально через несколько минут появилась милиция. Стоять, милиция! Руки вверх! Это преступление произошло в Одессе. Звонок в милицию поступил в 3.45 ночи. Звонил неизвестный. Он сообщил, что по адресу улицы Ватутина, 42, квартира 7, произошел несчастный случай. Выехавший на место милицейский автопатруль обнаружил в квартире труп молодой женщины, хозяйки, Марии Вячеславной Королевой. В квартире также был таксист, бывший оперативник убойного отдела Виталий Владимирович Хлуст. Что он там делал? Мужчину задержали. На место прибыла опергруппа, бывшие коллеги Хлуста. Я же говорю, не убивал ее. За деньгами поднялся. Не выходила она в дом. Виталика паспорт ее. Тебя откуда? Я же объясняю. Она же ее оставила, пока в квартиру бегала. У нее денег с собой не было. Я ее вообще в аэропорту взял. Товарищ, можно? Да, присаживайтесь. Куда едем, гражданочка? Улица Ватутина, 42. Только я вам деньги из квартиры вынесу. Меня просто близкий друг должен был встретить, а не встретил. Но я честно заплачу. Ладно. Хорошо, поехали. Ты когда у нас работал, Виталик, таким доверчивым не был. Поэтому я паспорт и взял. В замок. Что у тебя, Семен Федорович? Ну, замок двери взломали. В квартире отпечатки пальцев. Проведу экспертизу, скажу, кому принадлежат. А умерла от чего? Электрический разряд, электроплита. Видно, чайку хотела попить. Несчастный случай? Я думаю, что провода кто-то специально оголел. Я когда сидел в машине ждал, видел, как из подъезда выходил мужчина с чемоданом. Виталик, мы разберемся. А ты пока с нами поедешь. Да, ребята, вы пальчики ему катайте. Пойдем. А потом отвезите его в отделение. Деньги, драгоценности на месте, а вот вещи все перерыты. Видимо, что-то искали. Экспертиза показала, что кто-то оголил провода и вывел их на корпус электроплиты. Об этом свидетельствовали оплавленные концы проводки. Потом провода наспех поставили на место. Кто-то пытался обставить смерть Королевой как несчастный случай. Убитая старший лейтенант милиции работала в Одесской специальной средней школе МВД СССР. Расследование поручили следователю прокуратуры Елизавете Денисенко. Тем же утром она отправилась в убойный отдел, чтобы поговорить с задержанным таксистом Виталием Хлустом. Виталик, думаешь, если ты два года за этим столом сидел, то я тебя не раскалю? Все равно правду расскажешь. Сашка, я правду говорю. Добрый день. Следователь генеральной прокуратуры Елизавета Павловна Денисенко. Александр Максименко. Очень приятно. Привет, Саша. Привет. Рад видеть. А это наш подозреваемый. Около тела задержали. Рассказывайте, как дело было с самого начала. Значит так, я таксист. В воскресенье, где-то в 12 часов дня, меня заказал мужик на целый день. Мы с ним мотались. Вы можете проверить. Вечером я его отвезу в аэропорт, в рейс до Умтка. Как звали? Толик. Больше ничего сказать не могу. У нас не принято документы проверять. Я его проводил. А тут эта женщина. Все-таки лучше, чем обратно пустым ехать. Таксист прождал клиентку, которая обещала вынести деньги через пять минут, почти полчаса. Я поднялся на этаж. Дверь в квартиру была открыта. Ну, я и зашел. Виталик, ну ты же опытный опер. Зачем ты в квартиру с открытой дверью ночью сам, без свидетелей? Так откуда же я знал, что она там мертвая? Да и домой хотелось. Да и где я свидетелей ночью возьму? Я же теперь не опер, что в каждую беду вернуться. А между прочим, свидетели говорят, что только тебя и Королеву видели. И никакого мужика, о котором ты тут рассказываешь, не было. Говорю, был мужик. Хлуст стоял на своем. Он утверждал, что зашел в квартиру Королевой за несколько минут до приезда милиции. Убить просто не успел бы. Как? Не волнуйтесь. Вы ждали Хлуст. Разберемся. Если не виновны, отпустим. А пока придется посидеть до выяснения. Выведите. Александр, возьмите фото Хлуста и покажите работникам араборты. Да. Вообще-то он прав. Свидетели действительно видели его за несколько минут до прибытия наряда? Да, и наряд приехал как-то слишком вовремя. Подозрительно? Ладно, Роман Ильич, нам в морг. Кстати, вы работали с Максименко Гаврошем. Что за история с Хлустом? Это очень романтическая была история. Оперативник рассказал, что два года назад Виталий влюбился в подследственную и начал ее выгораживать. Когда правда открылась, его тихо, чтобы не было скандала, попросили уволиться. Правда, вот коллеги пострадали. Гаврошу, например, капитана так и не дали. Да, понятно. Ладно, поехали. О, привет молодому следствию. Здравствуйте. Что у нас? У нас женщина Королева Мария Вячеславовна умерла от сильного разряда током. Следы на теле имеются. Понятно. Да, есть кое-что интересное. Что? Вот, смотрите. Два пятна, ожоги. Так, и что? А то, что это не могла быть электроплита. А если отдаленные провода? Тоже нет. Видите, оба следа одинакового диаметра и расположены чуть ли не под линейку. Так ровно приложить провода практически невозможно. Это что-то другое. Ну, а смертельным что для нее оказалось? Патологоанатом подтвердил, что смертельным для женщины стал электрический удар от плиты. А странные ожоги на шее оставил неизвестный прибор, который отключил жертву. Следы на шее убитой Королевой озадачили следствие. Нужно было понять, откуда такие странные ожоги. Но поможет ли ответ на этот вопрос раскрыть преступление? Оперативник Максименко опросил всех работников аэропорта, которые дежурили в то воскресенье. Дежурная стойки регистрации вспомнила мужчину с фотографией. Именно он провожал выпившего пассажира рейса Одесса-Омск Анатолия Петровича Крыжановского. Пассажир зарегистрировался в 0 часов 47 минут. Таксист донес чемодан мужчины до стойки регистрации, попрощался и вышел из здания аэропорта через центральную дверь. Анатолий Крыжановский, главный инженер Омского нефтеперерабатывающего завода, в телефонном разговоре подтвердил, что был в Одессе, заказал на весь день такси. Водителя звали Виталий. Номер автомобиля, который назвал инженер, совпал с номером Хлуста. Крыжановский сказал, что за весь день водитель такси дольше, чем на 5 минут из автомобиля не отлучался. Получалось, что Хлуст не мог подготовить убийство Королевой. Да и времени бы ему явно не хватило обставить все как несчастный случай. Круг подозреваемых нужно было расширять. Следователь решила встретиться с отцом убитой. Отец Королевой прилетел в Одессу, как только узнал о смерти дочери. Вячеслав Трофимович жил и работал в Москве. Преподавал в Московской академии МВД. Соболезно. Спасибо. Вячеслав Трофимович, вы были близки с дочерью? Мы с Машенькой осиротели 7 лет назад. Смерть моей жены сблизила нас, хотя, вы понимаете, она в Одессе, я в Москве. Королев рассказал, что его пригласили на должность профессора кафедры криминалистики 5 лет назад. Дочь решила остаться в Одессе. Раз в неделю они обязательно созванивались, подолгу говорили. При первом удобном случае ездили друг к другу в гости, а вот полгода назад прекратили общение. Инициатором стал отец. Старый дурак. А что случилось? Последние два года... Королев рассказал, что последние два года дочь работала над диссертацией. Отец всячески помогал. Вычитывал статьи, искал материалы. 7 месяцев назад научный труд был окончен. Маша отдала черновик машинистке в печать. Отпечатанный экземпляр отец просил прислать ему, но так его и не дождался. Там работы машинистки на три дня, а надо еще доработать. А потом, полгода назад, Варланов, ее начальник, приехал к нам диссертацию защищать. Формирование теоретических основ реформы политической системы правового государства... Королев не мог не узнать работу своей дочери. Вячеслав Трофимович сдержался только потому, что понял, Мария – участница сговора. Для него, как отца, это было позорно. После защиты профессор подошел к полковнику Варламову и спросил, откуда у него эта диссертация. Тот сообщил, что работал над ней последние несколько лет. На слова Королева о том, что он читал эту работу в рукописи дочери, Варламов изобразил непонимание и посоветовал Королеву поговорить с дочерью, чтобы разобраться со всеми недоразумениями. То есть, ваша дочь продала свою диссертацию полковнику Варламову? Да. После этого я перестал с ней общаться. Хотя, если бы я знал, чем это все закончится... А о ее личной жизни вы что-то знали? Она развелась год назад. Лучше спросите у ее подруги Кати Соломатиной. В собственной квартире найдена мертвой Мария Королева. Женщину убил разряд от электроплиты. На первый взгляд, несчастный случай. Но экспертиза опровергла эту версию. Провода плиты были выведены наружу намеренно. Следователь Денисенко выяснила, женщина накануне смерти прилетела в Одесский аэропорт. Поехала домой на такси. По пути рассказала таксисту, что ее не встретил в аэропорту близкий друг. Следствие пытается выяснить, кто этот человек. Возможно, мотив был у бывшего мужа Королевой. В тот же вечер подругу убитой пригласили на разговор. Добрый день. Добрый. Катерина Соломатина? Да. Очень приятно, Катюш. Пожалуйста, садитесь. Спасибо. Кать, вы ведь, кажется, были подругами с Машей. Да, мы дружили. Расскажите о ней. Последние полгода мы с ней не общались. Мы с ней были в ссоре. Вот так. Из-за чего? Да, из-за ерунды. Катя рассказала, что подруга в последнее время стала очень нервной, напряженной, по любому поводу срывалась. Ну, а как у нее на работе-то дела обстояли? С начальством ладила? Да какое-то младила. Варламов этот к Маше приставал поначалу. Однажды он пригласил ее в ресторан. Так. А Машка меня с собой взяла за компанию. Так он то ко мне клеился, то к ней клеился. Намеки все время какие-то делал. Но Маша-то его быстро на место поставила. После этого случая начальник себе больше лишнего не позволял. Катюш, ну а знаете вы что-нибудь о ее личной жизни? О личной жизни? Бывший муж моряк. По полгода дома не бывал. Сами понимаете. Подруга убитой рассказала, что Королева развелась с мужем почти год назад. Спустя три месяца после развода у нее появился новый мужчина. Как выглядел? Ну я видела его мельком. Он высокий такой. Так. Волосы черные. Ага. Худой очень. Олег Лемас. Ага. Инженер. Она даже хвасталась, что он всю электрику в ее доме починил. Специалист высшего класса. Ну что ж, чудесно. Ну а где работает этот специалист высшего класса, не знаете? Нет, нет. Не знаю. Сыщикам повезло. Фамилия Лемас оказалась достаточно редкой в Одессе. В паспортном столе сообщили, что в городе и области числится всего 12 человек с такой фамилией. Пятеро из них мужчины. И только один полностью подошел под описание Соломатиной. Олег Агафонович Лемас. 35 лет. Инженер-электроэнергетик в бюро подготовки производства завода «Нептун». Лемас имел примечательную внешность. Черные волосы, орлинный нос, высокий рост и худощавое телосложение. Его было легко запомнить. В тот же вечер сыщики выехали по адресу прописки Олега Лемаса. Но дома застать его не удалось. Оперативники решили навестить мужчину на работе. На заводе «Нептун» оперативники встретились с начальником Лемаса. Истинную причину его поиска решили не называть. Что вас интересует? Ваш сотрудник Олег Лемас. Соседи жалуются, что пьяный дебош устроил. Мы вынуждены были принять меры. Да не может быть такого. Он вообще не пьет. Не пьет похвально. А скажите, а можно с ним лично переговорить? Нет, нельзя. Он в отпуске. Начальник рассказал, что Лемас очень редко отпрашивался с работы. В его 35 лет у него не было ни семьи, ни детей. А с полгода назад наконец-то появилась девушка. Он попросил дать отпуск за свой счет, чтобы не тратить ежегодный положенный. Собирался через месяц с невестой поехать на Кавказ. После разговора с начальником оперативники связались с родителями Лемаса. Представили с сотрудниками из отдела кадров завода «Нептун». Те сообщили, что сын к ним не приезжал и вроде как и не планировал. В пятницу они говорили с ним по телефону. Все было в порядке. Он обещал позвонить в понедельник, но не позвонил. Это на него не похоже. Ну что же получается, Лизавида Павловна? Куда же делся ты на женишок? На дно лег после таких-то дел. Роман Ильич, Саша, объявите-ка его в розыск. Портрет у нас имеется. Не заметить такого сложно. Хорошо. Сделаем, Лизавида Павловна. А что это? Не знаю. Похоже на ожоги. Это электрошоковое оружие. В 1974 году в США Джон Ковер оформил патент на устройство под названием оружие для обездвижения и задержания. Это был электрошокер. Его приняли на вооружение в полиции. Через несколько лет электрошокер начали широко применять как средство самозащиты. В СССР в начале 80-х электрошокеры из-за границы почти не привозили. Но некоторые умельцы стали мастерить их сами. По закону электрошокер не был оружием, поэтому разрешение на него не требовалось. А в случае его изъятия хозяины не могли привлечь к ответственности. Специальное оружие в Америке у полиции такое имеется. А ты откуда знаешь, какие он следы оставляет? В Америке был? Максименко рассказал, что несколько лет назад студенты политеха смастерили себе такие игрушки и били током друг друга, пока у одного не остановилось сердце. Такое оружие убить не может, но все зависит от того, какое здоровье у человека и в какое место бить. А следы точь-в-точь. Так, а как выглядит такая штука? Вот так. Что думаешь, Роман Ильич, мог Лемос, инженер-электрик по образованию, смастерить такую штуку? Помню. Знаний у него для этого было достаточно. На следующий день в пригороде Авидиополя нашли повешенным мужчину. При нем обнаружили портфель с документами, на которых были печати завода «Нептун». И паспорт на имя Олега Агафоновича Лемоса. Все эти находки свидетельствовали о том, что повешенный и есть Олег Лемос. Рядом сыщики обнаружили записку, отпечатанную на машинке. В ней Лемос признался в убийстве Марии Королевой. Следователя Денисенко смущала именно предсмертная записка. Почему она напечатана на машинке, а не написана от руки? Записка очень эмоциональная, а значит, написана незадолго до смерти. Стал бы он в таком эмоциональном состоянии искать печатную машинку? На эти вопросы следователь ждала ответ от оперативника Панфилова, который отправился в Авидиополь. Патологоанатом в Авидиополе уже успел провести вскрытие и ждал визита оперативника из Одессы. Добрый день, Одесситам. Здравствуйте. Михаил Лукич, Шпак. По поводу вас звонили. Жду. Здравствуйте. Ну что, покажите нам нашего самоубийца. А самоубийца ли это? Я не понял. А что вы имеете в виду? Достаточно незаметный след от укола. Сам себе такой не сделаешь. Причем по всем признакам достаточно свежий след. Интересно. А что показал анализ крови? Обнаружен фенобарбитал. Патологоанатом сообщил, что после укола такой дозы лекарства Лемас не то что повеситься не смог бы, но и со стула подняться. Он бы спал несколько часов, а то и суток подряд. Но в конце концов он бы проснулся. Значит, Олегу Лемасу кто-то помог умереть. После полученных сведений от оперативника Панфилова из Авидиополя, следователь отправился на квартиру Лемаса, чтобы осмотреть ее. Так что ищем-то, Елизавета Павловна? Все, что угодно. Документы, деньги, дневники, записные книжки. А вот одну нашла. Сергей. Статистика какая-то. Да, Крымобласть-то, скорее всего, Крымская область. А почеркни Лемаса. Сергей, Елизавета Павловна, тут папочка какая-то спрятана. А вот это интересно. Стоп. Ага, циферки-то совпадают. Да, и даты совпадают. В этой папке собрана статистика по всем уголовным делам в Крымской области с 1973 по 1980 годы, которые были прекращены в связи с отсутствием состава преступления. А на этом клочке бумаги кто-то выписал процентное соотношение таких дел. По этим документам получалось, что с 1973 по 1977 годы в Крыму этот показатель не превышал полутора процентов. А вот с 1978 по 1980 год он вырос в 5-7 раз. То есть кто-то намеренно освобождал преступников от ответственности. Кому могла принадлежать эта папка? Конечно, не Лемасу. Королева. Она могла оставить документы у своего парня, понимая, что их будут искать. В тот период милицию Крымской области возглавлял начальник Королевой Ефим Семенович Варламов. Его заместителем был Николай Рудич. Летом 1980 года после выхода на пенсию Ефима Варламова пригласили на работу в Одесскую школу милиции. Позже к нему присоединился Рудич, заняв пост заместителя начальника школы. Графологическая экспертиза подтвердила компромат на своего начальника, собрала Мария Королева. Получалась странная картина. Королева писала своему шефу диссертацию и одновременно шантажировала его. Сыщики решили наведаться к Варламову и аккуратно задать ему несколько вопросов. Добрый день. Убойный дел. Старший лейтенант Гавраш. Лейтенант Александр Максименко. Добрый день, ребята. Меня предупредили о вашем визите. Вы хотели узнать о Маше? Да, хотелось бы узнать о ней немного больше. Какой нелепый, несчастный случай. Варламов рассказал, что Королева уже работала в школе милиции, когда он ее возглавил. Много в чем мне помогало. Когда я писал диссертацию, она меня консультировала. А что там за история с диссертацией? И вам уже наплели. Никакой истории Маши действительно мне помогала. Знаете, я ведь всю жизнь на реальной службе. Теоретических знаний не хватало. А ее отец что-то себе придумал. Стал сплетни распространять. Но Маша его в этом не поддерживала. Ефим Семенович, я не могу принимать всех студентов Королева. Я не справляюсь. Сколько раз тебе говорил, не входить без стука. Ну чего ты ко мне пришел? Решай свои вопросы сам. Иди. Извините. Так, что там следствие? Пока ясно одно. Это не несчастный случай. Как? Больше вас сказать не можем, сами понимаете. А вы до Одессы в Симферополе работали? Да, в областном управлении. А что? Да так. Собираем статистику по областям. Задание дали. Какая статистика? Спасибо за уделенное время. После разговора с оперативниками, Варламов еле себя сдерживал. Его насторожили их вопросы. А следующее утро следователя Денисенко вызвал прокурор города. Она показала материалы, собранные на Варламова. Прокурор помнил. Пять лет назад Варламов подозревался в незаконном закрытии громкого уголовного дела. Но все, кто мог свидетельствовать против него, стали умирать. Тогда прокурор не сомневался. Это устранение. Ему даже удалось выяснить имя наемного убийцы. Ном. Но дело быстро закрыли. Ниточка вела на самый верх. Денисенко просила разрешить прослушивание и наружное наблюдение за бывшим начальником милиции Крымской области. Прокурор санкцию подписал. Варламов частенько встречался с разными людьми в отдельном кабинете ресторана «Прибой». Там оперативники разместили подслушивающее устройство. Приняли решение. Денисенко подошлют к Варламову под видом журналистки из Москвы. В собственной квартире найдена мертвой Мария Королева. Женщина погибла от сильного разряда тока. Электрические провода плиты были выведены наружу. Через несколько дней в лесу находят повешенным жениха Королевой – Олега Лемаса. Следствие быстро установило, что это не самоубийство. Его повесили, вколов большую дозу барбитуратов. В квартире Лемаса сыщики обнаружили папку, а в ней компромат на начальника Королевой, полковника Варламова. Некоторые страницы написаны рукой Марии. Зачем женщина собирала эти документы? Возможно, именно эта папка стала причиной гибели Королевой и ее жениха. Здравствуйте. Лидия Саракваш, журналистка из Москвы. Вот готовила обширный материал по Одессе и, в конец, заказали короткое эссе об Одессе с интересной судьбой. Думаю, что это вы. Путь от простого участкового до начальника УВД. Расскажите, пожалуйста. Ну, думаю, что вы не льстите. В нашей стране много таких биографий. И все это. Расскажите подробнее о ваших родителях, о детстве. Когда и, главное, почему вы решили посвятить свою жизнь службе в милиции. Пока полковник рассказывал о своем прошлом, Елизавета Павловна думала, достаточно ли оперативников следить за ней. А вдруг Варламов не поверит в их легенду. Почует ловушку. А правда говорят, что Королева продала вам свою диссертацию? Что? Журналист, значит. Ну, видите ли, по роду деятельности в руки попадают разные документы. В редакцию-то, конечно, не отнесешь, а вот в прокуратуру можно. Что ты хочешь? Отдельную кооперативную квартиру. Ты что, обалдела? Как хотите. Мне нужно время, чтобы собрать деньги. Это мой телефон. Жду три дня. Рудич, у меня тут приходила одна. Папка у нее. Решай вопрос. Из разговора Рудича и Варламова стало понятно. Помощник не будет рисковать своей шкурой и помогать начальнику. На этот раз Варламову придется выпутываться самостоятельно. Значит, скоро он сам свяжется с убийцей. Сережа, есть. Иван, работай. Вы давали объявление о мануальном терапевте. Это я. Как к вам обращаться? Называйте меня Ном. Ном. Вы плохо сработали в прошлый раз. У девушки из Сватутина снова болит спина. Надо бы исправиться скидкой. Это не моя забота. Заказы со скидками не беру. Хорошо. Как вам передать новые координаты? Улица Тенистая. Собеседник Варламова сообщил, что новый заказ ему можно оставить в ящике дома 17 по улице Теннисная. Пациент будет ждать вас завтра в 9 утра. Ну что, засекли? Телефонная будка. Угол Дерибасовской, Карл Маркса. Саня, поехали. Может, успеем пальцы откатать? Мы засечем терапевта. Сыщики приехали через 20 минут после окончания разговора Варламова с убийцей. Отпечатков пальцев в телефонной будке найти не удалось. Телефонную трубку тщательно протерли. Около 15.30 Варламов появился возле почтового ящика по адресу улицы Теннисная 17 и бросил письмо. В 17.00 появился невысокий мужчина в кепке и забрал письмо. Вечером того же дня Варламов позвонил шантажистке и сообщил, что завтра в 9 утра к ней придет человек, принесет деньги, а она должна отдать ему папку с компроматом. Здравствуйте. Я от друга. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Я все принес. Хорошо. А можно воспользоваться вашей уборной? Да, проходите. А у вас здесь нет мыла? Да, странно. Вроде было. Стоять! Пилиция! Мы задержаны. И здесь полно. Сереж, с ним есть гражданина наручники? Руки. Ну что, Ивченко Матвей Борисович, говорить будем? Когда убийца услышал свое имя, то не мог скрыть удивление. Откуда они знают? Неужели сдали? Он и не догадывался, что еще пять лет назад прокурор города, тогда простой следователь, смог узнать его настоящее имя и даже собрать кое-какую информацию о нем. О чем говорить? Мы тебя только что на горячем взяли. А ты говорить не о чем. Мануальный терапевт. Есть у нас на тебя кое-что? Матвей Борисович. И что? Откуда знаете мое имя? Так ведь работа у нас такая. Мы же к тебе давно присматриваемся. Лет десять, наверное, да? Спецназовец. Хоть бы звание не порочек. Их ты, бандюга. Поэтому давай-ка признавайся, чтобы хотя бы вышку-то не заработать. Улик у нас достаточно, свидетельств тоже. Нет смысла отпираться. Хорошо, спрашивай. Как убил Королёву? Я полковник специально командировку на один день отправил. В отсутствие Королёвой убийца вывел провода на корпус плиты, ждал жертву в квартире. Приготовил заранее чашку, сорочку и домашний халат. Когда Королёва вошла, ударил её электрошокером. Девушка потеряла сознание. Он оттянул её в кухню, переодел, налил в чашку заварки и всунул ей в руки. Затем бросил ещё живую Королёву на плиту. Она погибла от сильнейшего удара током. После преступник вернул провода на место. В квартире было темно, и Ном это сделал неаккуратно. Я вышел и позвонил в милицию из автомата, когда увидел, что таксист подымается. А с Лемасом что сделал? Это было несложно. Ном представился Олегу школьным другом Маше, с которым она не виделась уже пять лет. Напросился поехать вместе встречать её в аэропорт. Договорились, что Ном придёт к Лемасу домой в девять вечера. Хорошо. Пиши адрес. Ном оглушил Лемаса электрошокером. Когда тот отключился, вколол ему большую дозу фенобарбитала и отвёз в заброшенный дом. Сутки держал его в подвале. Потом ночью сделал укол и вывез в лес, где повесил. Предсмертную записку заранее напечатал на машинке. Ном. Странная кличка. Шумеров. Государство называется. Шумеров. Ну как? Ты историей увлекался? Молодец. Дежурный, уводи. В тот же день прокурор выдал санкцию на арест полковника Варламова. Его незамедлительно доставили в убойный отдел. Добрый день, полковник Варламов. Ты? Но мы Рудичу уже дали показания. И вам будет очень трудно объяснить, почему вокруг вас гибли люди, которые вам мешали. Садитесь. Варламов решил сотрудничать со следствием. Я думал, Маша меня пугает. Где мои деньги? Голубушка, какие деньги? За диссертацию. А кто мне оплатит конфуз с твоим папой? Я вам отдала свой труд. Вы мне обещали заплатить. Получишь, получишь. Но не пять тысяч, а восемьсот рублей. А если будешь много говорить, или захочешь с кем-то поделиться, что работа твоя, то карьеру испортишь. И свою, и мою, и отца своего. Поняла? Ты еще не знаешь, с кем связался. А что касается карьеры, так посмотрим, кто кому ее испортит. Когда она принесла копию этих документов, я попросил Рудича. У него брат в конторе работает. По нашим сведениям, уже не работает. По совокупности преступлений Ивченко Матвея Борисовича по кличке Ном приговорили к смертной казни. Приговор не успели привести в исполнение. Ивченко нашли повешенным в одиночной камере. Сделал он это сам, или ему помогли, навсегда останется загадкой. Полковника Ефима Семеновича Варламова приговорили к 15 годам лишения свободы и лишили специального милицейского и научных званий. Причастность Николая Васильевича Рудича к убийству Марии Королевой так и не была доказана. Все записи его разговоров с Варламовым были стерты. Рудич получил 5 лет с конфискацией имущества за растрату казенных средств в Одесской средней школе милиции. А также прошел соучастником по двум эпизодам прекращения уголовных дел за взятку в период его работы в Симферополе. Вся эта история так и осталась бы тайной. Но в начале 80-х противостояние между силовыми структурами в СССР достигло своего пика. Поэтому делу и дали ход. К началу 83-го, когда генсеком ЦК стал Андропов, борьба утихла. С тех пор подобные дела до суда не доходили. Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Продолжение следует... Продолжение следует... Сигнал об ограблении оружейного склада Киевского военного округа поступил в час десять ночи. Через 15 минут на место преступления прибыла оперативная группа во главе с капитаном Угро Клавдией Кожан. Продолжение следует... Два трупа. Двое караульных. Ребятам горло перерезали. Причем профессионально. Крови много. Я взял образцы на анализы. Но пока все, работаем. Одному из троих караульных повезло. Чудом остался жив. Он в сознании. Можно поговорить с ним? Да, пойдемте. Капитан Угро Клавдией Кожан, можете рассказать, как это произошло? Бандитов было четверо. Распознать смог только двоих. Один был полный, низенький. В очках велосипед. А второй большой такой, в тельняшке. Скорее всего, первый был уникламным. Я его резанул ножом. Крови столько хлынуло из раны. Видимо, вену перерезал. Да, Клавдия Ивановна, есть еще следы от мужских ботинок. Один тридцать восьмого размера, два сорок первого и один сорок четвертый. Очень много отпечатков пальцев, как на вокзале. Но вот что парадоксально. На дверной ручке ничего. Кто-то очень хорошо протер ручку. Нашли след. Скорее всего, от полуторки бандитов. Андрей, заканчивай здесь. Гриша, пойдем. Дерзкое ограбление оружейного склада прямо на территории военной части и хладнокровное двойное убийство. Все это говорило о том, что нападавшие не новички в разбой. Действовали нагло и цинично, намеренно не оставляя караулу шансов выжить. Капитан Кожан была уверена, они не собирались оставлять никого в живых. Нападение на военных, похищение оружия тянуло на самое суровое наказание. И расчет преступников строился на том, что не будет ни одного живого человека, который сможет их опознать или описать. Сразу после войны волна преступности захлестнула страну-победительницу. Бандитизм принимал самые жестокие формы. До января 1947 года на всей освобожденной территории Советского Союза действовали законы военного времени. Если преступников взяли на горячем, могли расстрелять на месте без суда и следствия. Такими методами победившая страна боролась с поднявшим голову уголовным миром. Следы от шин грузовика привели сыщиков к заброшенному домику Лесничего в четырех километрах от ограбленного склада. В домике они обнаружили еще горячий примус, следы крови и разорванную сорочку. Скорее всего, здесь раненому главарю пытались оказать помощь. Судя по всему, бандиты покинули убежище не более 20 минут назад. От сторожки тянулись следы автомобильных шин. Сыщики отправились по этим следам. Примерно через два километра они услышали звуки буксующей машины. Ну что, там скоро? Там не шнули, ничего не получается. Сыщики. Граждане бандиты, сдавайтесь! Добей его! Охренеть! Ладно, хвосты, уходим! В сторону не жилет! Руки! Черт! Ну что там? Как суд с земли провалились? В ату живой. Срочно в воинскую часть за подмогой. Там эксперт работает. Сюда везите. И врача захватите. Кого-то из военного командования. В машине бандитов оружие. Быстро! Согласно описи оружия и боеприпасов, удалось установить, сколько бандиты украли. 15 пистолетов ТТ, 30 коробок с патронами к ним, а также 40 ручных гранат. Унести все это в руках они, конечно же, не могли. Скорее всего, спрятали в заранее подготовленном месте. Со слов Караульного составили портрет главаря грабителей и его подельников Тельняшки. Сыщики установили, что отпечатки пальцев на руле бандитской полуторки принадлежат ранее судимому Семену Семеновичу Зевко по кличке Морячок. Его дело нашли в картотеке УВД. Вот фото Морячка. А вот портрет, составленный со слов выжившего Караульного. Сходство очевидно. Личность раненого в лесу также определили быстро. Ранее судимый Василий Матвеевич Крупицкий по кличке Крупа. Загадкой оставалась личность главаря банды. Этот человек ранее по криминальным делам не проходил. Больше узнать о нем оперативники надеялись у Крупицкого. Бандит по кличке Крупа пришел в себя на следующее утро, о чем капитану Кожан сообщили милиционеры, которые дежурили в больнице. Уже через 20 минут оперативники были у него в палате. Как себя чувствуете? Надо бы рассказать, с кем ты по лесу бегал. Ты оглох, а? Бери его и выводи во двор. Сыня, не имеете права. Егор, как выведешь, сразу в башку стреляй. Только не здесь, не у парадного. Заход в двор выводи. Не имеете права. Что? О правах вспомнил. Крупа. Мы тебя на горячем взяли. По законам военного времени расстрел. Веди его, ребята. Не надо, я все скажу. Гриша, укладывай гражданина на место. Гриша. Ну, рассказывай, Вася. Крупицкий рассказал, что банда состоит из четырех человек. Жонглер, главарь, морячок, шум и он. Василий был с ним чуть больше полугода. Знаешь что? Жонглер живет где-то в Киеве с 30-х годов. А откуда он вообще взялся? Он законник? Жонглер? Да нет, он не из этих. Что знаешь о нем? Он начальник, я же не отдел кадров. Нас при поступлении на работу анкет не заполняют. Но в воровском деле он человек случайный. Почему так думаешь? Крупа вспомнил, как однажды жонглер разоткровенничался. Сейчас попробуй меня посади. Сначала меня поймать надо. Доказательства представить. А вот раньше, когда я на заводе инженером работал, если б меня загребли, я бы даже не спросил за что. Пошел бы в тюрягу без вопросов. Может еще что-то вспомните? Ну что, водку самогона не пил. Коньячком баловался, да, попивал. И очень боялся пораниться. Это как? Да он даже жало в руках не держал, без надобности. Так разве что, когда на дело идти. А когда сидел за столом, так боялся отрезать колбасы себе сам. Жонглер, а ты? Нет. Я с жалом не балуюсь. Глаза разуй! Не игрушка! А почему жонглер? Крупа рассказал, что главарь умел жонглировать острыми ножами. Он видел как-то раз. Странно. Боялся пораниться, но при этом жонглировал ножами. Ну да, так ловко, как в цирке. А куда могли сейчас твои друзья податься? А я знаю. Я курить хочу. Потерпишь. Вы подайте хоть с кармана пачку беломора. Хоть понюхай. А это что? Кому ты ездил на трамвае? Какие у нас сейчас маршруты восстановлены? 12, 23 и 6. Да с морячком мы в пущу ездили. Жена у него там живет. Вот мы и ехали к ней. Зовут как? Надя. Где живет? На окраине поселка. Все. Больше ничего не знаю. И так все вам сказал. Ладно. Отдыхай. Что с рукой? Ранили два дня назад. Береги себя. Гриш, а ты с билетиками этими кондуктором подойди. Может кто что вспомнит. Егор, а ты узнай о жене морячка. Кто такая, где живет? Давай действуй. Есть. Проверка документов результатов не дала. Семен Зевко, он же морячок, официально женат не был. А вот в трамвайном депо сыщикам удача улыбнулась. Кондуктор трамвайного маршрута номер 12 Тамара Злобина узнала свой билет. Маршрут шел от контрактовой площади до пущей водицы. Когда женщине показали фото морячка и крупы, она их узнала. Женщина запомнила и их спутницу. Высокая статная брюнетка, местная, всегда ездит по этому маршруту. Со слов кондуктора сыщики составили портрет неизвестный. Скалеренко вызвал в отделение своего однополчанина Анисима Жураковского. После войны тот стал председателем поселкового совета пущей водицы. Очень приятно, присаживайтесь. Дело у меня к тебе, Анисим. Ты же всех своих хорошо знаешь. Конечно. А кто интересует? Да вот, знаем только, что Надя зовут. Анисим рассказал, что еще до войны Надежда начала жить с Семеном Зевко. Он работал на Ленинской кузне. Ну, а потом война, а он ушел на фронт. В 1944 году Зевко комиссовали после тяжелого ранения, и он вернулся к Наде. Так и жили до конца войны. После победы пришло время восстанавливать документы. Послушай, Зевко, мне тут бумага пришла, что ты езертир. Не верю, Надюша. Все будет хорошо. Мы тогда так и не смогли его задержать. А он потом долгое время пущей водицы не появлялся. Как бы так сделать, чтобы под каким-то предлогом в дом войти посмотреть? Сделаем. Ждем. Надежда, Надя, ты куда запропастилась? Да тут я, тут. Анисин Дмитрий, что случилось-то? Плановый вход у меня. Нужно бы мая оформить. Подворье и присадинное хозяйство. Так а... Какое ж хозяйство-то у меня? Восемь кур всего, и петух один, и все. Так и запишем. А если я зарезать одну решу? Или цыплята вылупятся? Ничего. А что у тебя с нормой трудодней выполнило? А как же. Трудодень. Единица измерения объема и качества крестьянского труда в колхозах. Норма разрабатывалась как нагрузка на день. Но если работа считалась тяжелой, засчитывалось полтора или два труда дня. Некоторые колхозники умудрялись отрабатывать до десяти норм в день. Не без приписок, конечно. Анисин Дмитриевич, а пойдемте ко в дом. Я вас чаем угощу. Или, может, чего покрепче хотите? Нет, спасибо. Я при исполнении. Только чай. Ну, пойдемте. Жанка, у тебя как? Зачем так топишь? Не холодно вроде? Пар костей не ломит. Зато сухо. А то гниль по дому пошла. Надо просушить. А чего стоим? Пройдем. Присаживайся. Что это? На, читай вот. Так. О, надо дров подкинуть. Надь, ну ты читай, а я выйду покурить. Ага. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Остальным. Остальным удалось скрыться. Задержанный назвал имя главаря Жанглер. Раньше о нем в милиции ничего не слышали. Зато по картотеке УВД удалось установить личность другого участника банды. Семен Зевко по кличке Морячок. Его гражданская жена Надежда проживала в поселке Пуща Водица. Чтобы узнать, что она знает, к ней направили председателя поселкового совета. Анисин Дмитриевич, а пойдемте чай пить. Присаживайся. Вот варенье. Вкусное. Надя! Надь! Вы извините, меня соседка зовет. Я сейчас приду. Председателю представилась возможность тщательно, без свидетелей, осмотреть дом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Жураковский сразу после разговора с Надеждой на драгой отправился к оперативникам и рассказал об увиденном. Он передал фрагмент окровавленной рубахе. Ткань сразу отправили на экспертизу. В разговоре с Надей я заметил, как она покосилась на часы и бросила в печку галошу. А это еще зачем? Для черного дыма. Я тут же вышел в воду покурить и отчетливо увидел Зевко. И если бы не черный дым, я уверен, он шел к ней в гости. Значит, все-таки помогает сожителю. Эй, дура баба. Вот еще кепка большого размера, рубаха малого. Как бы сделать так, чтобы бандиты пришли к ней? Можно? Да, да, Андрей. Что там с экспертизой? Кровь на складе, в сторожке, в полуторке, на рубашке принадлежит одному и тому же человеку. Причем группа редкая, четвертая. Ага, действительно редкая. Интересно, сколько наберется людей с такой группой крови в Киеве? Тут другое. Я все никак в толк не возьму. Почему из него столько крови вытекло? Ведь что сказал караульный оранья? Ну, что он буквально зацепил ножиком. Вот, только зацепил. А кровь долго не останавливалась. Погодите, погодите. А помните, крупа сказал, что главарь порезаться боится? Это гемофилия. Плохая свертываемость крови. С одной стороны, это, конечно, объясняет, почему так много крови. Но, с другой стороны, как-то не верится, чтобы человек с такой опасной болезнью ходил на такие лихие дела. Веростюк сообщил, что гемофилия – болезнь редкая. Наследственно, женщины обычно являются носителями, а болеют только мужчины. С таким диагнозом без медицинской помощи человек не может обходиться. Значит, должен стоять на учете. Итак, что мы знаем о жонглёре? В 30-е до войны жил в Киеве. Работал инженером на заводе. Проворачивал там какие-то свои делишки. Предположительно, болеет гемофилией. Нужно проверить заводских инженеров Киева. А вдруг? Я думаю, надо внедряться в банду. Они двоих потеряли, будут искать помощников. Кого предлагаешь? Себя. Чтобы внедрить в банду Егора Садко, ему придумали легенду. Молодой солдат возвращается с фронта. Куда податься не знает сам сирота. Оперативники попросили председателя поселкового совета Жураховского помочь. Нужно было, чтобы история Егора выглядела правдоподобно. Может, помочь чем, хозяйка? Да чем ты можешь помочь-то, а? Я чего твоей бабе в душе охоты теме подсоблю? Ага. Да что ж ты натворил, чертяка? Ну кто теперь это все починит? А я и починю. Инструментами есть? Есть. Товарищ, вы что натворяете? Ваши документы. Есть? Вот тебе они, документы. Вот мои документы. Начальцу куки совать! А ну, пошли со мной. Да пошел. Да ты чего? Это же не председатель, он же власть. Крыса он тыловая, а не власть. На власть с кулаками я тебе устрою. Пошли домой, проспишься. Я тебе сделаю. Через час председатель поселкового совета Анисим Дмитриевич с двумя крепкими мужиками вернулся в дом на драге. Пустите, сволочи! Разберемся! Ишь ты, какой умный выискался! А ты меньше всяких в дом пускай. Смотри мне, Надежда. Развязывай. Ну, мужики, убедительно. Сизали вы меня на совесть. Извини, увлекся. Ну, была не была. Стой! Стой, гад! Садко дождался ночи и вернулся к Надежде на драге. Сорвал повязку, чтобы рана выглядела свежей. Заходи. Болит? Угу. А тебя как зовут? Коля. А тебя? Меня Надя. Расчет сыщиков оказался верным. На следующее утро бандиты заявились в дом Надежды. Ну, что, голубчик, как самочувствие? Смотрю, ранили тебя. А вы кто? Мы близкие люди Надежды. Это ее муж. Муж, понятно? А я друг семьи. Жонглером называй. А вот ты кто? Лаврик Николай Иванович. Вы чего по моим карманам лазите? А ну, положь назад. Спокойно, спокойно, молодой человек. Ты куда путь держишь, солдатик? Еще не решил. Сирота. Некуда идти. Может, бабу какую встречу. Да и останусь. А заниматься чем будешь? На завод пойду. С лесарем. Я дело знаю. Ну, гроши заработаешь. Себя прокормишь, а вот бабу нет. Бабы, они подарки любят. А я тебе дело предлагаю. Пойдешь с нами, слушаться будешь. Будут у тебя деньги, бабы, водка. Все, что хочешь. А интерес какой? А хоть такой. Не густо. Справедливо. Только это так. За красивые глаза. Тебе часто деньги за красивые глаза дают. А я тебя в деле проверить хочу. Когда? Сегодня. Время позже скажу. И все у тебя будет. Слышал я раньше сказки. Я сказки не рассказываю. Я тебя в паре дел проверю, а там и... Первое октября. А что первое октября? Не спеши, узнаешь. А если откажусь? Как знаешь. Только на завод ты уже не попадешь. Ищут тебя. Надо подумать. С ротиры схожу, там и подумаю. Жонглёр, не нравится он мне. Слиняет. Давай я пойду его грохну. Жонглёр был убеждён, что никуда солдатик не денется. А ему сейчас люди ой как нужны. Вечером он планировал налёт на продуктовый склад, где, по его сведениям, только завезли ящики с тушёнкой. Убрать солдатика можно и позже, решил жонглёр. Никуда не денется. Ну что, надумал? Ладно. Только я детей и баб не трогаю. Тогда смотри. Выход со склада один. Так что действуем чисто. Тут и тут часовые. Морячок, они на тебе. Я понял. А можем мы на пять минут к председателю заскочить? А зачем? У него брать нечего. Он же честный. Да я обид и унижений не прощаю. А если бы не он, то я дальше шёл бы своей дорогой, да и всё. Тогда иди сам. И я схожу за компанией, пригляжу. Не боись, не убегу. Я тебя! Морячок и Садко пришли к председателю. Тот как раз был один в кабинете. Ты думаешь? Квадрат один четырнадцать, склад тушёнки. Капитан Гожан, Журавский. Квадрат один четырнадцать, склад тушёнки. Ну что? Всё хорошо? Грохнул, даже не поморщился. Я через окно видел. Ты где этому научился? На фронте и всему научишься. Совершено дерзкое ограбление на оружейный склад. Одного из бандитов ранили и задержали. Остальным удалось скрыться. Сыщики подсылают в банду сотрудника УГРО Егора Садко. Главарь банды, жонглёр, предлагает Егору принять участие в налёте. Вечером того же дня они вместе отправляются на ограбление продовольственного склада. Нравится он мне. Пойдёт вместо Крупы? Крупа? Это кто? Убили его? Да кто его знает. Может и выжил. Главное, чтобы не стуканул. И если стуканул, крепко пожалеет. Если что, сеструхи его капец. Ладно, пора ехать. Оружие дайте. Ножа хватит. Ты, вижу, ловкость не управляешься. Пистолет заслужить надо. Сыщики устроили засаду. Один из членов банды был убит, а вот морячку и жонглёру удалось скрыться. Матёрые преступники сразу поняли, что новичок-солдатик-подсадной оперативник. Капитан Кажан размышляла, что дальше. Жонглёр заляжет на дно или продолжит, веря в собственную безнаказанность. Тем временем удалось составить список сотрудников киевских заводов, которые больны гемофилией. В 30-х годах на заводе «Большевик» работал инженер Зиновий Артёмович Быков. 1906 года рождения. В 1938 году он уволился по собственному желанию. Далее следы Быкова теряются. Это фото из личного дела инженера. Когда его показали оперативнику Егору Садко, он сразу узнал в нём главаря банды жонглёра. Сыщики удивились. У инженера была безукоризненная характеристика. Хороший специалист, сознательный гражданин. Что же заставило Быкова превратиться в жестокого бандита? Не было понятно, где пересеклись пути Быкова и дезертира Зевко. Капитан Кажан отдала приказ задержать сожительницу морячка Надежду на драгу. Вряд ли женщина знала, где прячутся преступники, но не могла не знать, как с ними связаться. Надежду на драгу допрашивали уже больше часа, но она утверждала, что ничего не знает. С мужем давно не общалась. Его делами не интересовалась. Появление в кабинете оперативника Садко ошеломило её. Ты? Так ты... Я всё равно рада, что ты выжил. Надя, морячок деловно творит и тебя за собой потянет. Говори, где искать. Я правда ничего не знаю. Хватит из себя невинную овцу корчить. Он людей убивает. И ты его сообщница. Я партизан прятала. Я под страхом расстрела ходила. А ты в это время где была, а? В эвакуации пацанов за картофельной очистки в тюрьму сажала. Сеню война сломала, пойми ты это. Сеня попал в окружение под Харьковом. Он единственный выжил из всего взвода. Был контужен. Но после госпиталя он так и не преодолел свой страх. Дезертировал. Вернулся ко мне. Нам бы жить и жить, но... Тут это бумага. А что нам оставалось делать? Только бегать. Тут джонглёр его и поймал. А ты его не оправдывай. И то, что ты партизан прятала, ответственности с тебя не снимает. Из-за твоего потворства люди гибнут. Уведи. А ты поосторожнее будь. Жонглёр такого не прощает. Отомстит. Ну что, крупа, раны заживают? Ну, как видите. Слушай, Вася, а что вы намечали на первое октября? Ничего не намечали. Я ж тогда всё рассказал. А я вот недавно с жонглёром виделся. Так вот он о твоей сестре из Минска вспомнил. Говорил, что надо её как-то навестить. А ещё вспомнил о своих дружках. И сказал, что дружки вот уже в Минске. Они уже нашли сестру, поэтому её срочно надо вывозить. А жонглёра ловить. Я тебе скажу, начальник, всю правду. Только Катьку сбереги. Мы жонглёром на полуторке. Крупа рассказал, что несколько раз с жонглёром ездил на полуторке от отделения сберкассы до центрального корпуса завода «Большевик». Главарь засекал время в пути. Замечал резкие повороты и тихие места. Он говорил, что на большое дело пойдём. Ещё Крупа вспомнил, что главарь просил его проследить за одной бабой, вроде бухгалтер завода «Большевик». Где живёт, с кем, есть ли муж и дети. Так вот, почему они так переглянулись, когда я сказал, что я бабу не убиваю. И что? Ну, есть у неё муж и двое детей. Как зовут? В тот же день Крупицкая Екатерина Матвеевна, студентка Минского педагогического института имени Горького, оформила двухнедельный больничный лист и уехала из общежития в неизвестном направлении. Анализируя сведения, полученные от Василия Крупицкого, сыщики пришли к выводу, что жонглёр готовится напасть на заводскую полуторку, которая везёт в месячную зарплату на завод «Большевик». Первое число – день получки на предприятии. Оказалось, что деньги перевозят бухгалтер и кассир, никакой дополнительной охраны нет, только водители. Лёгкая добыча. Жонглёр не мог не помнить, что проговорился о крупном деле демобилизованному солдатику, который оказался милиционером. Но он ничего не говорил, о каком именно нападении идёт речь. Сыщики чувствовали, такой циничный преступник не откажется от своего плана из-за каких-то смутных опасений. Он постарается просто себя обезопасить. Но как? Лавдия Ивановна, следят за мной. И за квартиры мои тоже следят. Наглые. Я сказал Шурочке забереться и не выходить. Ты понимаешь, что это значит, Егор? Не залегли они. Им надо нас чем-то шантажировать. Так что Шурочку твою прятать надо. Где Гриша? Курит на улице. Берём машину и поехали. Продолжение следует... Ничего-ничего, Журочка, будешь нас в отделении, ты смотришь, как мы работаем. Кожан, оставшись в квартире Садко, сделала все, чтобы бандиты поверили. Жена оперативника одна. Сам Садко поздно вечером с большой группой милиционеров показательно отправился на выезд в село Гатное, где появился во дворе местного жителя старого рецидивиста. Если за оперативником следили, то об этом наверняка доложили жонглеру. Расчет оказался верным. Я, значит, с бабами не воюю, а ты... Стоять, руки вверх! Стоять! Держи его! Утомил ты меня, жонглер! Что со вторым? Выпрыгнул в окно, разбился. Все вокруг тебя помирают. И свои, и чужие. Только я один жив остался. Ага. Зря я тебе раньше не пришел, солдатик. Ну что, Быков Зиновий Артемыч? Меня так давно никто не называет. Рассказывать будем? Как называть вас, миленькая? Ну уж точно не миленькая. Капитан Кожан. Тебе бы, капитан, в театре главной роли играть. Вот из-за таких, как ты, я в театре не успеваю. Ну а вы, Быков, как из инженера в бандита превратились? А власть родная помогла. Мы в Маньчжурии жили. Отец дороги строил. После революции остался. А потом заскулил. Родина. Так это вы в Китае так научились ножичками владеть? Там. Могли куда угодно уехать. Хоть в Америку. Хоть в Австралию. Но вернулись в Киев. И институт закончил. На большевик устроился. А потом моего родителя НКВД загребло. Шпион. Почему меня тогда не взяли? Загадка. Наверное, думали я со своей болячкой долго не протяну. А я живучий оказался. Привет. А где я? У меня. Ты ничего не помнишь? Слышь, Рисея расслал пар. Не видишь плохо я ему. Тогда будущий жонглер познакомился с известным в те годы киевским вором в законе Дмитрием Мироненко по кличке Мирон. Будем знакомиться. Жонглер решил, что возьмет кассу завода Большевик и с деньгами и с деньгами даст Йору. Об этом махнуть куда-нибудь. А хоть куда. Хоть ваш хаббат. Я до войны там. Климат подходит. Да и спокойно там. Гриша, что с личными вещами? Нашел документики по ним. Данный товарищ Клаус Эдельберт. Немец. Город прописки Кёнинсберг. Хм. Благородный. Что-что? В переводе с немецкого Эдельберт означает благородный. Ни в какой Ташкент ты не собирался. Из Калининграда немцев готовят к высылке в Германию. Значит, и морячка бы не пожалел. Ухлопал бы. Гадайте, гадайте, граждане начальники. По совокупности преступлений Зиновия Быкова по кличке Жонглер приговорили к высшей мере наказания. Расстрел. Приговор привели в исполнение в Лукьяновской тюрьме через полгода. Василия Матвеевича Крупицкого осудили на 10 лет. Суд принял во внимание его сотрудничество со следствием и чистосердечное раскаяние. Но из тюрьмы Крупа так и не вышел. Говорят, его убили по прямому распоряжению вора в законе Мирона. Надежда Николаевна Надрага за помощь бандитам и их укрывательство была осуждена на 3 года. Приговор для того времени довольно мягкий. Суд учел ее заслуги во время войны. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!